Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый, интереснейший выпуск, который точно заслуживает лайка. Я приехал на скальную местность в Геленджик. Вот там вот уже за моей спиной море. Здесь вот такой вот огромнейший сосновый лес. В этих местах мы уже были, но сегодня нас интересуют не эти места, а новое местечко, оно не туристическое. Называется это место скала Утюг. Я не знаю, кто назвал достопримечательность именно утюгом, но если вы будете вбивать в навигаторе такое название, то он вам ничего не покажет. На картах его нету. На самом деле эта скала действительно напоминает форму утюга. В чуть другой точке на нее открываются красивые виды. Я много где ее встречал, но сам сюда не добирался. По некоторым мнениям добираться сюда действительно сложновато, поэтому мои идти не захотели. Видимо, они еще не отошли от похода на Плесецкие водопады. На Плесецкие водопады, как мы ходили, я ссылочку оставлю в описании. В этот выпуск поддерживайте лайком, пишите комментарии и погнали. Отправляясь в этом году в отпуск, конечно же, нужно подумать, где забронировать жилье. И какое забронировать жилье? К сожалению, с нашего рынка ушли такие гиганты удобные, как Booking и Airbnb. Лично мы, которые всегда рекомендовали, которыми сами, конечно же, пользовались. Но сейчас мы готовы порекомендовать вам новый сервис, который очень удобен и очень сильно напоминает Booking. Это Островок. Заходите на сайт, либо в приложении, выбираете город, куда вы поедете, выбираете стандартно даты и количество гостей, кто поедет. И вам попадает список всех отелей и гостевых домов, которые есть на ваши даты. Очень удобная сортировка по возрастанию цены, по убыванию цены, различные фильтры по районам и так далее и так подобное. Сервис очень удобен. Выгодную ссылку на этот сервис мы оставим в описании под этим роликом. Просто кликайте, переходите и бронируйте жилье еще выгоднее, чем просто на сайте. Здесь сегодня совсем тихо, только слышно ворону. Всего лишь два автомобиля. Мой и еще приехали ребята. Мы прям в паре с ними ехали. Хочу вам показать, что здесь очень аккуратно сложили мусор, что, конечно, не может не оставить положительных эмоций. Почему-то сегодня здесь открыт шлагбаум. Там есть зоны отдыха, базы отдыха точнее. И также здесь есть лестница 280 чем-то ступеней. Мы спускались, спускались с детьми. И сегодня я спускаться по ней не буду, так как мне хочется отыскать именно утюг. Вместе с вами будем сегодня отыскивать и очень сделаем там красивые кадры. Я начинаю уже спускаться к морю и хочу, конечно же, вам показать этот невероятный вид, который отсюда открывается. Смотрите, какая красота. Это словами не описать стоят эти баржи или как их там правильно называются, сухогрузы или еще что-то. Сегодня дует такой прохладненький ветерок, хотя очень хорошо припекает солнце. Я не знаю, будем ли мы купаться или не будем, посмотрим. Но я изначально хочу добраться до этого утюга и посмотреть, как вживую он выглядит. Ну и естественно вообще разведать, можно ли действительно туда будет пройти с детьми. Можно на самом деле пройти по берегу, вот собственно спуститься здесь с этой лестницей и пойти уже непосредственно вдоль скал. Но там есть тоже трудные участки, лучше всего это делать именно летом, когда тепло, когда можно смело мочиться. Сейчас все равно море еще прохладное, по-моему 14 градусов до сих пор. Вот она первая смотровая площадка уже перед нами. Там сейчас стоят как раз ребята, которые приехали. Нас она не интересует. Посмотрите выпуск, мы к ней подходили, когда мы приезжали сюда на эту лестницу. И спускались. Там действительно очень красивые виды. Мы будем вот сюда поворачивать, двигаться в сторону лестницы, а потом уходить куда-то по тропам дальше. Там вроде есть еще разничок, тоже посмотрим. Но в принципе у меня с собой вода есть, поэтому я не думаю, что он мне понадобится. Но посмотреть в каком он состоянии, и есть ли он действительно там, конечно хочется. Здесь такая полянка, есть даже небольшая лавочка, если можно назвать это лавочкой. И вот собственно про что я вам говорил. Вот она лестница. 200 там, 80 с чем-то ступеней. Море кстати сегодня чистенькое, можно проглядывать. Но смысл в этой лестнице, вроде так, ступенек-то немного. Но учитывая то, что лестница очень круто идет вниз, то преодолевать эти 200 с чем-то ступенек, поверьте мне, очень и очень сложно. Мы с вами прямо сейчас погружаемся уже вот в такую тропинку, просто вот в такой лес. Так, что-то осы какие-то. Надеюсь, нас сегодня никто не укусит. Здесь растут молоденькие сосны. Видимо сделали засадку сколько-то лет назад. И вот сосны вот буквально еще невысокие. С мой рост. Будем двигаться. Надеюсь, нас эта тропинка приведет в правильное место. Я иду в первый раз, напомню. И для меня, конечно, это все очень интересно. Буду вам показывать какие-то вот такие интереснейшие растения. Ос очень много. Они там все опыляют. Фу, я влез в паутину прям лицом. Какая гадость, а? Фу, ненавижу эту тему. Когда паутина обволакивает все твое лицо. Вот эта красота у нас. Посмотрите, пошел такой резкий спуск вниз. Кстати, знаете, что еще? Здесь вот это вот место. Здесь водятся олени и лоси. Здесь вроде как проводят охоту. Но самому вроде как без разрешения это делать ни в коем случае нельзя. Конечно, я в любом случае против всей этой истории. Но на въезде сюда есть такой большой-большой баннер. Так, ну что? Я вас приглашаю поймать первый интереснейший вид. Гляньте! Какая красотища! Невероятно! Так, нам нужно двигаться вот сюда вот сейчас. Все ниже и ниже и ниже. Вот по этой тропинке, кстати, вот тут такая поверхность, что ноги, вон они просто уезжают и скользят. Поэтому если вы сюда пойдете... Ух ты! Видели? Самостоятельно? Ни в коем случае не спешите. Очень аккуратно, бачочком, чтобы прочувствовать, так сказать, каждый шаг. Потому что если рухнуть, то можно уже просто не остановиться. Так. Еще и шишки под ногами, которые создают эффект вот этого какого-то мелкого мячика, на котором действительно можно неплохо, так сказать, подскользнуться. Деревья вообще выручают в этой хитеме. Видали? Ноги просто выезжают из-под меня и можно туда улететь. Ух ты! Ух ты! Да. Вот даже здесь в самом начале могу сказать, что с ребенком, например, как у нас, маленьким, иди не совсем безопасно. Почему? Потому что... Ноги могут уехать. А с детьми, которые вроде бы постарше, как Артем и Родион, они могут сделать какую-нибудь такую интересную ошибку, которая может привести уже к плохим вообще последствиям. Здесь кто-то жег костер. Ну а как нет-то? Посмотрите, с каким можно видом вот так вот сесть. Залипнуть. Ух, какая красота! Мы здесь совершенно одни, здесь никого нету. Единственное, что есть, видимо, ребята, вот они спускаются как раз. Так, по этой лестнице будут идти сюда вниз, а мы здесь, получается, находимся на такой некой смотровой. Либо они там делают фотографии, переодеваются. Это, кстати, вообще другие ребята, да. Они, видимо, сюда приехали делать фоточки, фоточки. Так, ладно, будем дальше спускаться. Нам, как обычно, вот так вот помогают деревья. Просто как-то по несвоей воле добегаешь до них, вот так вот опираешься. Ух ты! И они тебя ловят. Хочу немного попробовать поснимать вот с таким вот видом, чтобы вам было максимально, так сказать, от первого лица. Видно, как я спускаюсь и как бегу к этим деревьям. Здесь такое получается ущелье сейчас. Видите? А на той стороне есть лестница. Вот нам нужно сейчас попасть на ту сторону. Единственное, что вопрос, как это сделать максимально безопасно, чтобы ноги не съехали вниз и я не упал. Да, здесь просто спуск, я не знаю, сколько градусов. Ух ты! Видели? Ноги просто, ноги просто уезжают. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Так, либо забираться наверх. Сейчас попробуем вот так вот. Оп-оп! И здесь уже непосредственно спускаться через деревья. И они будут нам создавать какую-то опору, потому что здесь спускаться просто по плите такой скальной не совсем безопасно. Так, двигаемся. Фух. Давайте дальше. Ну да, вот здесь вот еще так более-менее, опираясь на деревья, в принципе, а вот здесь уже скальная местность. Видите? И как нам, и как нам туда спуститься? Гляньте, какие виды прекрасные, а? Так, виды видами. Нам бы еще здесь не упасть. Просто... Ау-ау! Вообще на полусогнутых и нашел корень, за который можно зацепиться. А вообще можно еще туда, наверное, даже подняться и пойти, так сказать, по кругу. Фух. Интересно. А вот это вот, это как раз, походу, есть родник. Так, ну давайте продолжим путь. Ух ты. Видите, из-под ног просто, как говорится, из-под ног земля выскакивает. Как я буду подниматься обратно, вообще не представляю. Фух. Да уж. Сейчас самое время лазить по горам, потому что солнце еще не такое ядреное. И на самом деле, вот я иду даже в кофте, мне комфортно. Опа. О-о-о-о! О, ни хрена себе! Фух. Так. А вот это вот есть, видимо, родник. Давайте сейчас попробуем посмотреть, откуда он здесь истекает. Откуда вообще он появляется. откуда-то вот просто из скалы. Ладно, у нас есть вода, поэтому не буду набирать. Можно подняться вот так вот, можно по лестнице. я думаю, что наверху этой лестницы нас будет ждать какая-то смотровая площадка. Поэтому давайте подниматься. да, когда-то лестница была прям основательно сделана. Видите, бетоном залиты, арматуркой. Да, сейчас это вот в таком вот. Видите, видео уже находится. Болтается, шатается. Но в целом подниматься можно. Собственно, что мы и делаем. какая здесь интересная лавочка стоит. Что написано? Пляж Сосновый приют. Вот. Пляж Сосновый приют. Вот она надпись. Спускаешься и попадаешь непосредственно на пляж. Но это, друзья, на самом деле такие они не совсем, да, туристические. Не то, где играет музычка, не то, где прям так весело. Это все равно такие более дикие пляжи. Так, а здесь почему-то указатель в ту сторону пляж. Непонятно. Так. Ну что? Слушайте. Ну, виды, конечно. Красота. Вот так вот двигаемся с вами очень аккуратно. Порывы ветра достаточно сильные, чтоб нас не сбросило отсюда. И сразу просто крутизна уходит вниз. Я пока вообще не наблюдаю, где у нас здесь этот скала-утюг. Но куда-то нужно идти в ту сторону. я точно я точно это знаю. На пляже нет никого. Пляж пустой. Так. Ладно. Двигаемся дальше вверх. Гуляю здесь. Вот. Вот так вот. я так предполагаю, что за вот этой скалой и будет как раз наш утюжок. Здесь такая очень красивая поляна. Установлены лавочки. Видимо, здесь когда-то был какой-то даже кемпинг. висит канат. Можно покататься. Покататься вот с таким вот очень клевым видом. Видимо, я сегодня достаточно много пройдусь и достаточно серьезно устану. Пока здесь нет никаких троп. Вообще никаких. Буду двигаться в углубление туда. Посмотрим, что нас ждет дальше впереди. Я такой просто иду, голову поднимаю и у меня вот так вот хлопс и какой-то домище. Я еще иду, только думаю, странно такой кабель по деревьям протянут. Ну, не знаю. Здесь вот единственная тропинка. другой тропинки нету. Спускаться и идти вдоль берега тоже не хочу, поэтому ну, пойду через вот этот дом. Надеюсь, там не будет никаких собак. Может быть, это когда-то была база отдыха, но там сейчас ничего и никого нету. Зато есть вот такие вот обалденные виды. Море сегодня вообще потрясающий цвет имеет. Виды вообще можно просто молчать и ничего не говорить. Вот так завалилось дерево, причем на дереве видно следы пожара. Видимо, кто-то неаккуратно что-то жарил и его подпалил. Вроде бы тропинки есть, вроде бы тропинки туда уходят дальше. Ух ты! Ну, я иду, получается то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Вот шел вверх, теперь опять вниз. Получается все вот эти ущелья приходится преодолевать. Идти невозможно. Тебя по инерции просто несет вот так вот вниз. Еще одна полянка, еще такая одна смотровая. вот с таким вот деревом. Красотища, друзья, вообще. Насколько природа Геленджика потрясающая. Обязательно сюда нужно приезжать и не просто чилить на пляже, да, а именно сходить в горы, сходить в эти скалы, потому что Геленджик вам откроется совершенно с другой стороны. Поверьте мне, я точно знаю, о чем я говорю. Так, двигаемся дальше. Тропинки, ветер, есть вот такие цветочки. Не знаю, то ли они еще не распустились, то ли уже наоборот отцвели сосны. Так, а нам нужно спускаться вон туда снова вниз. так, ну что, на самом деле плавно накрывает усталость. Здесь просто не спуститься и нужно быть предельно аккуратным, потому что очень крутой идет обрыв вниз. Если сорваться, мало не покажется. Я буду спускаться вот здесь вот видимо тропинка, а на тропинке кстати следы от этих как они мотики горные эти накатанная прям такая шикс. Вот они здесь катают. Ой-ой-ой, это если мне подниматься сейчас вот на вот эту вот вершину вот так вот перед глазами я стою вот оно прямо и еще туда. Обалдеть. Ну ладно, пойдемте пробовать. Здесь кстати я вот спустился уже почти в ущелье. Есть тоже что-то подобие лестницы. Видимо когда-то была. Сейчас выглядит все очень заброшено. Вот вот спустился и уже не видно. Вот я собственно нахожусь сейчас прямо в ущелье. Здесь можно спуститься к пляжу. На пляж. Ух ты! ничего себе слушайте. Вот я не знаю сколько я пути прошел полпути либо не полпути но сейчас в этом походе усложняет то, что ботинки просто выскальзывают из-под ног и конечно это приводит к некому такому страху где-то подскользнуться и сорваться потому что вот и двигаемся видите как вот по такой вот очень узкой дорожке пытаюсь забраться еще и порывы ветра конечно тоже усложняют стараюсь вообще ни на что не отвлекаться чтобы очень аккуратно это сделать вот так у нас в принципе так сказать ничего не натоптано просто будем сейчас карабкаться по скалам вверх опа ну вот ну вот тоже остатки лестницы видимо здесь когда-то что-то было сколько-то лет назад но сейчас ничего нету так нужно как-то по скалам забираться так снимать сейчас от первого лица зарядил вот так вот камеру надеюсь сейчас получится забраться ветер вообще все усложняет он прям очень сильно дует я не знаю либо все-таки стоит подниматься там чувствуете в камеру я думаю ветер бьет поднимаюсь просто друзья на полусогнутых чтобы не соскочить пытаюсь за что-то укрепляться держаться вот так вот ой как сложно слушайте ветер ветер ты так сильно-то не дуй я понимаю что ты можешь меня сдуть вообще невероятно какие виды какие виды нет обратно так я точно не пойду потому что я однозначно свалюсь однозначно нога подскользнется и я просто сорвусь просто на краю здесь такой склон ой ребята невероятно очень страшно подходить к обрывам вот прям краю потому что это все еще усложняется ветром и конечно в любой момент это все дело может обрушиться но я надеюсь я и так вам сейчас показываю нереальную красоту в которой возможно вы никогда не были все будем подниматься дальше здесь осталось совсем чуть здесь уже нормальная тропинка просто вот здесь сами видите насколько крутой спуск и по нему и даже подъем кстати и по нему будет очень и очень сложно спускаться двигаемся дальше тропинка у нас достаточно сейчас уже простенькая я хочу вам показать на какой высоте мы сейчас находимся и нам еще предстоит подниматься все выше и выше вот так вот разверну на уровне глаз посмотрите какая еще там гора ну все пойдемте дальше не знаю какая здесь тропинка правильная какая неправильная вроде она есть будем двигаться по ней здесь кстати растут такие маленькие маленькие сосны посмотрите они мне буквально по пояс и здесь через сколько лет будет прям вот такие вот огромные масштабные сосны да здесь видимо когда-то был кемпинг судя даже по судя по вот эти вот видите зонам для палатки столы стоят здесь в принципе есть и дорога такая видимо на уазе как сюда сюда можно делать заброску и столики вот собственно все осталось у меня тропинка уходит в эту сторону я собственно и буду держаться берега и вот этим обрывом какая красота какая красота отсюда открывается я если честно даже сверху еще вообще не вижу никакого утюга все скалы однообразные возможно за следующим поворотом что-то и будет но идти безумно долго так что продолжаем идти и любоваться вот этими вот нереальными красотами конечно безумно жаль что нет дрона я не могу вам показать всю эту красоту но у меня есть селфи палка широкий угол поэтому сейчас попробуем максимально отдалиться и вам в круг показать где я нахожусь это невероятно начинает голова кружиться на самом деле потому что очень высоко дует плюс ветер вот здесь встретил ребят вот мангал стоит они отдыхают с палатками и сюда заехали на машине у них прямо на обрыве стоят палаточки от души пройдет причем проехали на таком какой-то старокс что ли старенький то есть на заднеприводном сюда загнали и дальше после ребят как раз начинается снова спуск снова в ущелье снова невозможно идти приходится просто вот так вот бежать я думаю что туда можно подъехать каким-то образом через какие-то там СНТ Вот, говорю, если опять-таки не жалко машину, потому что мне, например, даже вот как я сюда ехал, мне дискомфортно, не люблю я такие дороги, как-то жалко мне гробить тачки. А здесь на самом деле, вот если заехать, то можно очень здорово здесь отдыхать, потому что вот здесь от кого-то остаются столы целые. Вот, пожалуйста, вот стол стоит. Там еще столы на обрывах. Видимо, какая-то большая территория кемпинга бывшего. Но, возможно, не так. Но по масштабу столов, я думаю, что определенно это так. Вот видите, пожалуйста, но все в таком очень уже плачевном состоянии. Видимо, никто здесь уже за этим не следит. Ух ты, чуть не упал. Так, вот, двигаемся дальше. Там вот я вижу тоже людей. Вот, здесь очень много, кстати, вообще мест для отдыха. Огромное-огромное-огромное количество. Посмотрите. Можно спуститься туда, к реке посмотреть. Жаль, что люди, конечно, отдыхают и мусор за собой не увозят. Это, конечно, плохо. Очень плохо. Да. Красотища. Очень здорово. Так, как дальше спускаться, конечно, я пока не знаю. Хотя здесь и можно спуститься, там даже есть канат. Возможно, сейчас именно так и будем делать. Вот здесь к дереву привязан такой мощный канат, чтобы спускаться и проходить на пляж. Я вот единственное, думаю, что нужно будет идти здесь и забираться вон на ту вершину. Да. Жестко. Но хорошо, хоть не падение. Здесь течет ручеек. Вот здесь паренек набирает воду. Видимо, там из кемпинга пресную. И можно спуститься на пляж. А мы будем дальше с вами подниматься. Вообще, конечно же, Саткач. Посмотрите, в какую гору я поднялся. Я не представляю, как я буду идти обратно. Но однозначно надо будет идти. Либо можно будет идти по берегу, либо можно вообще дойти до Габардинки. Оттуда просто вызвать такси и дошагать. Кстати, на этой стороне тоже много столов. Кто точно в курсе, напишите, что здесь было. Я так думаю, что здесь просто какой-то был кемпинг. Вообще, на самом деле, прикольная история. Приехать, есть пресная вода. Я не знаю, как летом пересыхать, не пересыхать. Но, по крайней мере, сейчас есть. Смотрите, в какой красоте я иду. Обрыв очень мощный. Я буду отдыхать. Я нашел себе здесь даже пифрон. Если вы подумали, что это все, и это пик вершины, то вот так же, как и я ошибся. Потому что идти мне еще в гору прилично. Фу, что мне там как падает? Опа! Покажу вам. Здесь, видите, вот так вот оборудован столик. Стул, стол. Кто-то даже оставил чайник. Прекраснейший вид на море. А идти нам сейчас вот аж сюда. Представляете? Я не знаю, здесь градусов, наверное, 35 подъем. Под конец где-то градусов 45. Вот они, столики, про которые я вам говорил. Здесь даже сделана тарзанка. Огромное количество бутылок, привязанных, между прочим. Это хорошо. Вот, там река. Это все мы преодолели. Ладно, сейчас 5 минут посижу и пойду дальше. Это просто нереально. Вот этот подъем, который я вам сейчас показал, это самый сложный пока что на всем пути. Я даже половину не прошел. У меня икры на ногах забились. Посмотрите. Дальше вверх. Я не знаю, вот так надо наклонять, чтобы увидеть вершину. Я еще даже туда не дошел. Я не представляю, как добираться обратно. Фух. Ладно. Буду дальше двигаться. Конечно, голову поворачиваю налево и просто останавливаюсь. И я прям не знаю, я не могу насладиться этим видом. Невероятно. Я на вершине. Я забрался. Дальше идет такой же крутой спуск. А здесь хочу вам показать, что есть дороги. Одна уходит вверх, одна влево, одна вправо. Вот которая уходит налево, она еще более-менее такого покрытия. Я не знаю, как там дальше они проходят. Я не ездил по этим дорогам. Но вообще идеально бы, конечно, вот сюда подъехать и отсюда идти. Но мы не ищем легких путей, поэтому получается вот такой вот настоящий поход. Я его начал в 10, уже ровно в 12, в 2 часа. И я еще не дошел до нашей цели. Я начинаю спускаться. Сразу посмотрите, какой здесь открывается вид. Дорога максимально уходит вниз. И я вам так скажу, что спускаться очень опасно. Ноги просто выскальзывают. Нет никакого прям нормального такого сцепления с дорогой. Подниматься еще полбеды. А вот спускаться, какой-то трындец. И вот эта полоса идет белая, да, такая. Это вот все мотики здесь катаются, видимо, заезжают на эти горы. Фух, ладно. Все, я сейчас пока выключаю камеру, потому что и с камерой и идти так очень опасно. Я все спускаюсь и спускаюсь. И вот подошел здесь опять к краю. Посмотрите. Вот помните дом, который мы проходили в лесу? Его крыша. Вот там еле торчит. Вот. Лестницы. Естественно, не видно, потому что она где-то там, 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 далеко за поворотами. Я не знаю, сколько километров. Наверное, 6 я уже точно преодолел. Ну, возможно, даже побольше. Все, продолжаем дальше идти. А здесь еще очень сильно усложняет вот эта история, то, что они здесь катаются на мотиках. И получается, они всю землю просто перерыли. И кроссовки начинают туда проваливаться. Я уже останавливался и, собственно, вытряхал ботинок от этой всей, от всего этого песка. Ну, в целом, конечно, жесткость. А еще я заметил то-то, что каждый спуск, он становится все сложнее и сложнее. Вот здесь, например, просто даже деревьев нет. Вот одно. И дальше, посмотрите, как уже деревья далеко. То есть, как туда сейчас сползать, даже не представляю. И получается, что все вот эти елки, иголки от елок этих, от сосен. Плюс вот эта рыхлая, очень рыхлая земля. Вообще, очень. Смотрите, смотрите, видите, вот под моей ногой он просто начинает ехать. Главное держаться дереву, чтобы, если что, чтобы меня поймало дерево. Ну, вы понимаете, да, что если бы я пошел с детьми, то мы сюда бы точно не дошли. Честно говоря, кое-как спустился. Я просто побежал, и меня понесло по этому склону. И все, я остановил только вот этот следующий пригорок. Здесь вот, думал спуститься к пляжу. Хотя бы вообще посмотреть глазом, где эта скала. Насколько долго мне идти, и у меня ничего не получилось. Буду снова подниматься дальше в гору. Это что-то, я не знаю, невозможное. Нужен срочно привал. Я вижу ее. Я ее вижу. Сейчас, на самом деле, я нахожусь в очень интересной локации, которую хотят посетить многие. И с нее посещают многие. Но это очень сложно. Долго. Просто, чтобы сделать немножко фотографии. Сейчас скажу, какой там вид. Но это все мелочи по сравнению, какой у нас открывается вот здесь. Вот сюда обычно садятся люди. Вот прям сюда. И делают вот такой вот шикарнейший, друзья, вид. И вот непосредственно скала Утюг. Чтобы нам до нее добраться, вот прям до нее, до самой, прям к ее подножию, нам нужно преодолеть еще вот такую вот гору вверх. И вот такой вот спуск вниз. Здесь можно вот так вот пройтись. Максимально страшно, конечно. Ни в коем случае не повторяйте. Торчат вот эти вот скалы. Видите, как здорово. Конечно, да, локация, безусловно, топовая. Сейчас посмотрим, что у нас там. Вот так надо просто присесть. Просто невероятно. Я на самом деле сейчас здесь тоже сделаю себе фотографию, коль я сюда пришел, и все-таки мы добьем с вами эту гору, скалу, утюг. А здесь, посмотрите, какая просто, я не знаю, просто какое ущелье образовалось. Вот отсюда вот отсыпятся камни, поэтому нужно быть вообще предельно внимательным, когда находишься внизу. Не дай бог отколется, будет полный трындец. А я начинаю, собственно, восхождение на последнюю пиковую точку в моем маршруте. Дальше будет только идти дорога вниз, и можно еще будет как-то забраться, наверное, на сам этот утюжок. Возможно, но это не точно. Все, ребятки, здесь идти безумно неудобно, максимально опасно, потому что можно скатиться вниз. Все из-под ног улетает, поэтому я отключаюсь. И встретимся уже там. Это невероятно. Я дошел до вершины. Как здесь жарко. Здесь прям душно. Вон там было не так. Гляньте, какая красота. Место, где мы делали фотографию, его даже и не видно. Как я уже и говорил, здесь троп огромное количество. Вот. Тропа уходит откуда-то оттуда, со стороны трассы. Здесь вот так вот сделали. Видимо, делали костер. Так. Ну, а нам сейчас предстоит, я так думаю, последний спуск. И самое главное, нужно найти непосредственно сам спуск, который будет к морю, чтобы мы могли подойти к подножью этой скалы. Стою еще на таком одном интересном месте. А вот отсюда уже видно то место. Вот получается. Вот оно. Где мы с вами сидели. Ну, и там, где-то вершина. Я продолжаю спускаться. Спускаться вообще стремно. Потому что ноги улетают. Вот раз повторяю. И вот это вот покрытие просто не дает идти спокойно. Ну, и плюс эти мотоциклисты, конечно, раскатали все ужасно. Ну, и плюс порывы ветра, я думаю, что сейчас в микрофон сами слышите. Прям очень сильные. Ребята, что я хочу сказать. Издалека эта скала кажется не такой крутой, не такой огромной, как она видится прямо сейчас. Так, если вы готовы и не поставили еще лайк, прямо сейчас это сделайте и смотрите. Здесь, значит, снова оборудована такая территория кемпинга. Ну, и, собственно, сама скала. Выглядите, какое это чудо. Какая она потрясающая. Пляж возле нее совершенно пустой. Я сейчас продумываю, как к ней спуститься. Сделать максимально это комфортно. Как здесь все. Есть мусора много. Под мангал что-то. Видите, как все это выглядит. Вот здесь вот я думаю, что можно спуститься. Я там видел уже канат, который висит. Но канат просто типа в виде качели. Сейчас вам покажу. Добегу до него. На самом деле идти по обычным шагам вообще не получается. Потому что склон очень сильно крутой. Ох. Так. Идем, 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 идем. Вот так вот меня ловят деревья. Осталось совсем чуть-чуть. И я вам расскажу, сколько времени я шел до этой скалы. Ну да. Вот он канат. На самом деле вообще прикольно сделали. Молодцы ребята. Да, отчасти это небезопасно. Но можно покататься. Вот так вот качнуться. Так это достаточно добротно держится. Сесть вот так вот раскачаться. И с видом на море. Я, конечно, решил попробовать. Но держать камеру и раскачиваться вообще не получается. Но в целом вы поняли, ребятки. Это просто вообще топчик. Блин, какая красота. Прямо сейчас у меня последний рывок. И я впервые за эти несколько часов оказался на пляже. Я здесь, друзья. Здесь очень много мусора. К сожалению. Но мы с вами дошли. Дошли. И это, конечно, не может не радовать. Вот она скала. Здесь еще река какая-то сюда впадает. Какие виды. Ну и, конечно, за моей спиной скала Утюг. Пойдемте, пойдемте поближе. Теперь подойдем, посмотрим ее в упор. Столько километров мы прошагали, чтобы увидеть с вами эту красоту. Здесь вот так вот, только по скалам немножко бьет вода. Конечно, ходить вдоль скал вообще стремно. Не дай бог что-нибудь свалится. И все, и трындец. Ну и вот она, скала, друзья. Прямо в упор мы с вами к ней подошли. Добрались вместе с вами. Какая красотища. Вот она. Конечно, в упор она вообще смотрится совершенно не так. Непонятно, что это Утюг. Да. Но очень хотелось подойти прям к ней. Прямо вот так вот оказаться рядом. Ну и, конечно же, ну и, конечно, я не могу не показать, как эта скала выглядит сверху. Поэтому мне даже пришлось преодолеть еще один максимально крутой подъем, чтобы посмотреть на нее сверху и, конечно же, вам показать. Смотрите. Вот такая вот красота. Скала Утюг. Да, фотографии здесь можно делать бесконечно классные. Я на самом деле мечтал сесть сюда и вот так вот на троне пролететь. Но, к сожалению, дрон пока в ремонте. Скоро, наверное, уже вернется. Но я не уверен, что я сюда еще раз приду. А возможно, приду, если найду другой путь, который попроще. Новороссийск. Вот здесь вот уже за вот этой вот скалой стоит сухогруз Рива. И вот она уже непосредственно, Кабардинка. Конечно же, я сейчас здесь на пляже отдохну. У меня с собой только вода. Ничего не взял поесть. Я вообще не думал, что будет такой долгий путь. Сделаю классные фотографии, которые вы сможете заценить уже в моем телеграм-канале. На мое путешествие ушло 3 часа. Начал я в 10 и сюда добрался в час дня. Долго, очень долго. По расстоянию это примерно 4 километра получилось. Я решил, что обратно я буду идти по морю. Если есть какие-то здесь интересные моменты вдоль берега, то я, конечно же, сейчас вам все покажу. Я уже начал путь. Я почти дошел до скалы, где мы с вами наверху делали фотографии. С видом на скалу Утюг. И у меня здесь первая сейчас будет преграда. Я думаю, что вот вдоль берега... Ну, во-первых, нужно идти максимально аккуратно, потому что сверху падают камни. Видно даже вот они позастревали в этих скалах. И бьет вода. Видите, где-то я думаю, что однозначно придется разуваться и идти просто по морю. Но не факт. Вообще посмотрим. Самое главное вот эти вот участки проходить максимально быстро. Оп-па. Опа. Опа-опа. Опа-опа-опа. Так, тихо-тихо, морюшка, пропускай меня. Опа. Так, ну все, буду двигаться дальше. Гляньте, какая красота. Что творит природа? Еще посмотрите, насколько сильный ветер, как быстро двигаются облака, словно я включил ускоренную съемку, но это не так. Ой. Блин, слушайте, вот вдоль моря вообще стремно идти, если честно. Потому что, видите, обвалы какие случаются. Бля, не дай бог попасть вообще по такой обвал, все, будет полная жопа. Поэтому я сейчас как можно максимально быстро вообще здесь пробегаю. Страшно. Страшно жесть, конечно. Не, на самом деле лучше идти, как говорится, медленно, но верно по горам. Там точно безопаснее. О, о, камушки упали. Прикиньте. Как стрёмно. Надо побыстрее отсюда убираться. Хотя бы вот эти вот самые высокие вот проходить. Охренеть, просто иду и слышу, как маленькие камушки сыпятся. Видите, это же все откалывается. Поэтому, конечно, стремноватая херня. Фух. Вон снова что-то упало. Я не знаю, сколько таких стрёмных участков еще будет. Но надо быть предельно внимательным. На самом деле нужно идти вообще лучше по горам. Да, сложно, да, тяжело. Но здесь вообще опасно. Все скалы в трещину. И что-нибудь прилететь может вообще в любой момент. Так, ладно, буду опасный участок здесь пробегать. Иду такой. Да ни хрена себе здесь пещера. И очень много досок здесь же. Видимо, во время шторма вот эта часть очень сильно ударяется волнами. И, соответственно, вот произошла такая история. А здесь вот, видите, как много обрушилось ко мне. Так, ладно, сейчас буду очень быстро пробегать этот участок. Ааа, как ссыкотная. Ааа, как ссыкотная. Так, ну вроде, вроде преодолели. Идем дальше. Я думаю, что вы не поверите. Буквально за 25 минут, ребята, я дошел до лестницы, которая была в самом начале видеоролика. Вот она. Мне осталось только подняться. И все. Что я хочу сказать? Идти по берегу очень быстро. Говорю, вот 25 минут, но при условии, что я шел очень быстрым шагом. В каких-то местах я даже пробегал особо опасные участки. Почему не рекомендую идти по берегу? Ну, во-первых, это максимально небезопасно, потому что с гор сходят огромнейшие камни. Даже очень маленький камуш может доставить серьезный хлопот. Плюс, конечно, это неинтересно. По мне, так лучше прогуляться в горах, подышать этим воздухом, насладиться этими потрясающими видами высоты. Мне осталось преодолеть вот эту лестницу, добраться до машины и приступить к монтированию этого видеоролика. Если вы смотрите этот видеоролик, значит, я уже добрался до дома и со мной все хорошо. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ничего. Таких путешествий у нас с вами почти каждый день. Сегодня я был один без семьи. Ну и хорошо, потому что мы бы не дошли до этой скалы. Напомню, что скала называется Скала Утюг. Подписывайтесь на мои социальные сети, я оставлю ссылочки в описании. Если кто-то из вас приезжает в Геленджик, и вы решите вместе со мной отправиться в поход, то обязательно мне пишите. Я для вас сделаю авторский фото-тур, где я сделаю вам классные фоточки, сделаю видео вам на память. Ну и, конечно, отправимся на моей машине Volkswagen Multivar. Ну и, естественно, поознакомимся. Все, я буду делать восхождение на эту безумно крутую лестницу. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok